25 сентября в селе Сайды Верхоянского района во дворе своего дома практически в упор были застрелены 49-летний житель этого села и его 23-летний племянник. Убийцами оказались вчерашние школьники 17-18 лет, жители этого же села. Главными мотивами убийства, как устанавливает следствие, стали неприязненные отношения и попытка угона автомобиля. Позже следователи заведут еще одно дело по факту убийства ранее. Был убит одиноко проживающий мужчина, попутно преступниками была еще и совершена кража продуктов питания в пекарне. Что это? Вопиющий правовой нигилизм, абсолютное чувство безнаказанности или результат смены моральных устоев у современной молодежи? Состояние правовой культуры населения, в том числе и в молодежной среде, мы сегодня обсудим с гостями в нашей программе. Не пропусти главное, и я ее ведущий Иван Луцкан. Добрый вечер. В преддверии второго съезда юристов, который намечен на 6-7 октября, мы собрали сегодня здесь не только юристов, а общественников, тех, кто занимает всегда активную общественную позицию, представители разных органов власти. И вот, наверное, мой первый вопрос будет человеку в погонах по поводу вот все-таки этого случая в селе Сайды. Вы сами как оцениваете этот случай? Что же это было на самом деле? Конечно, я вам здесь надо более как бы подробно все это рассмотреть. Но здесь, если мнение лично мое, спрашиваете, то, конечно, здесь чувство какой-то безнаказанности. Да, ну, молодые люди, может быть, и где-то незнание того же законодательства, закона, ответственности, что их ждет. Вполне возможно и такое. Я так вот думаю. Ну вот вообще тема повышения правовой культуры, она поднимается не раз и не первый год. И вот сейчас в преддверии съезда юристов наверняка она будет обсуждаться среди профессионального сообщества. Сармана Михайловна, будет ли подниматься этот вопрос? И как вы видите решение этого, этой проблемы? Безусловно, тема повышения правовой культуры населения будет подниматься на площадках второго съезда юристов республики. И как раз я здесь хочу представить одного из руководителей дискуссионных площадок. Как раз тема называется «Правовая культура». Это Вильям Ачарович Иванов. Но хотелось бы прежде сказать вот о чем. На самом деле, конечно, вот инициатива проведения первого съезда юристов республики, она принадлежит главе республики Игров, она еще Борисова. Предпосылки, конечно, для этого у нас, безусловно, существовали и существуют. Поскольку тот посыл, о котором говорит Игорь Афанеч, консолидация власти и общества, предполагает как раз, что юристы тоже могут взять на себя социальную ответственность. Они могут играть ключевую роль в принятии, опять же, каких-то решений. Безусловно, они могут заниматься повышением правовой культуры населения. Но мы говорили как раз в рамках первого съезда, еще и задавались таким вопросом. А все ли зависит от юристов? И всех ли, как говорят в народе, можно собак повесить на юристов? Возможно это или нет? И насколько мы сегодня формируем юридический быт в республике? То есть, на самом деле, является ли Якутия передовым субъектом Российской Федерации, или одной из передовых субъектов Российской Федерации в реализации правовой политики? Или мы являемся на сегодня отсталой какой-то юридической окраиной? То есть, много-много вопросов поднимали. И, конечно, мы были рады, что активно участвовали юристы из муниципалитетов. Хотя мы знаем, тоже проблема там существует. Делегатов у нас было 558. И этот первый съезд юристов, здесь сидят в студии многие участники, делегаты первого съезда, как раз проходил в день, в Дня юриста, 3 декабря 2013 года. И мне бы хотелось как раз, пользуясь случаем, показать книгу, которую мы подготовили и выпустили на базе национального книжного издательства «Бичик». Называется «Материалы первого съезда юристов республики Саха-Якутия». И, на самом деле, кто интересуется историей Якутии, потом будут интересоваться, конечно же, историей деятельности юристов республики, могут найти здесь, начиная от приветствия главы республики Саха-Якутия Гурова Анастевича, и заканчивая списком всех делегатов первого съезда. Поэтому мы в преддверии второго съезда на сегодня ожидаем участия более 600 делегатов. И ожидаем, конечно, что будет тоже актуальный разговор на многие проблемы. Ну вот как раз вы затронули повышение культуры путем знаний. И вот в этой, скажем так, стезе, как обстоят дела? Илья Анатольевич, вы все-таки будете обсуждать это на дискуссионной площадке. Как применить эти знания на практике? Да, добрый вечер. Дело в том, что для меня лично и для моего поколения мероприятие, которое называется СИЕС, это такое этапное событие, которое определяет направленность дальше жизнедеятельности конкретного, будем говорить, общества или конкретного человека. И от съездов любых, будь то партийный съезд, или общественной организации, профсоюзной, или вот особенно интересно, съезд юристов ожидается очень много. И коэффициент полезного действия съезда, конечно, должен быть очень высокий. Будет много дискуссионных площадок или круглых столов, около десятка, наверное. И вот одну из этих площадок буду вести я, как модератор. Все равно называется правовое сознание, правовая культура, как фактор, стабилизирующий, влияющий, стабилизирующий на жизнедеятельность конкретного гражданина или населения. Потому что понятие правовая культура, ему антиподом является понятие, вот вы сами сказали, правовой нигилизм. Вот если человек обычный, человек не умеет читать и писать, не знает алфавита, считается, что он неграмотный. А мы в жизни сталкиваемся с тем, что наши даже государственные, муниципальные служащие, руководители, от которых зависит решение конкретного вопроса, там, наслега, города, республики, ну не будем говорить республики, наверное, конкретного предприятия, не знают основной своей азбуки, которая называется Конституцией. Российской Федерации, Конституции, Республики, Устав, Субъекты. Вот смотрите, вот вы начали с очень такой сложной темы, уголовное преступление совершено, да? Оно, конечно, сейчас будет расследоваться, но всех вопрос-то волнует совершенно понятные причины и условия, почему это произошло-то. Вчера они были нормальные школьники, а вдруг сегодня перешли уже в стадию подозреваемых, обвиняемых и так далее. Вот тут первое значение мы должны дать, наверное, что правовая культура – это не просто набор слов из правовой культуры, а вот та работа, которая должна вестись среди конкретного человека. Вот я сегодня, чтобы к этой теме как-то более подготовиться, да, разговаривал с одним священником. Это бывший советский инженер, он до определенного возраста был нормальный советский инженер, российский, а потом у нас сегодня он священник. И он мне говорит, ну это такая тема, что вы такую глыбу-то взяли, ведь первое грехопадение кто совершил-то? Человек Адам с Евой, и потому они жили в раю, и теперь оказывается мы все изгнанники из своего рая, и совершаем вот это вот грехопадение, когда совершаются вот эти преступления. И цель сегодня наша с вами – не совершать того, что записано в этих десяти заповедях, он говорит. Но этот, если бы его сегодня сюда пригласили, он, наверное, свою вот эту позицию рассказывал бы очень долго. Вот, Велимович, вы как раз затронули тему, да, вот что руководители не знают конституции, каких-то определенных базовых нормативных документов, законов. Но опять же законодатель подтвердит, что федеральные законы, местные законы, они постоянно претерпевают изменения. Вот как поспеть за этим, Ольга Олеговна? Вопрос не в том, чтобы нужно поспевать за ними. Сегодня, в принципе, нужно поспевать за всем, потому что общество развивается очень мобильно. И мы уже должны успевать вообще и за всем, что происходит, не только в законодательстве. Это естественно. Другой разговор. Когда мы говорим о правовой культуре, я в полном объеме, да, соглашусь, во-первых, с Велимом Ачерчим, хотела бы продолжить тему, с которой вы начали. Это действительно причины и условия преступлений определяет целая наука. Каждый из юристов ее изучал. И поэтому, естественно, и в этих событиях, которые произошли здесь, не только события, связанные с отсутствием правовой культуры, я думаю, что мы здесь согласимся с этим. Для этого есть и причины, которые есть социальные, существующие в этом населенном пункте, какая-то среда, которая там имела место быть, да. Для этого существуют юридические механизмы и возможности. Что касается закона. Если раньше мы четко понимали, да, что наша задача, как законодателя, разъяснить закон, да, мы просто разъясняли уже принятый закон. Сейчас время поменялось. И помимо разъяснения закона, мы еще должны разъяснить и порядок его, то есть вот эту вот предзаконодательную работу как таковую. И поэтому сегодня перед Государственной Думой, нового созыва, стоит совершенно такая колоссальная задача, да. Почему? Потому что впервые за 15 лет в России реальные доходы не растут. Соответственно, правительство будет искать новую такую вот определенную нефтяную иглу, и, соответственно, будет ряд непопулярных мер. В результате этого в интернете, в СМИ будет масса различного рода сбросов, да, начиная от повышения пенсионного возраста, который мы уже получили, да, заканчивая там, значит, налогом на тунеядство. Вот он уже, по сути дела, еще не закон, а уже как предложение существует, оно начинает обсуждаться. И вот на этом этапе тоже мы должны подключаться для того, чтобы в конечном итоге отношение к закону было положительным. Ольга Валерьевна, это основа правового нигилизма будет. Да. Ведь мы же знаем составные это. Безусловно, да, Реоли Алексеевич? Вот я сяду между вами, да, чтобы механизм определить. Вот есть, допустим, механизм оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Вот активно, допустим, министерство в это продвигает политику, ресурсные центры, сами активные общественные, вот этот механизм как работает? Бесплатная юридическая помощь. На самом деле, конечно, потребность в разъяснительной работе, она существует. Поэтому огромное то количество принимаемых федеральных законов, и бесспорно, есть у нас региональные республиканские законы, которые направлены прежде всего на защиту права своего человека и гражданина, они требуют тоже определенно своего уяснения. Поэтому федеральный законодатель принял в 2010-2011 годах федеральный закон о бесплатной юридической помощи. И Государственное собрание ЛТУМЭН тоже определенную свою лепту внесло, тоже такой региональный закон был принят, и что мы на сегодня видим? На самом деле, конечно, из всех, так скажем, форм оказания бесплатной юридической помощи, на сегодня правовое консультирование тоже оказалось достаточно востребовано. Что, значит, по этому поводу мы имеем? Кто имеет право оказывать правовое консультирование? Здесь возникает позиция адвокатов и позиция юристов, органов исполнительной власти, местного самоуправления, поскольку первоначально было тоже далеко не полное понимание, что адвокаты спрашивали, а почему юристы исполнительных органов вдруг озадачились, так скажем, правовым консультированием населения. На самом деле, конечно, мы упор сделали в республике на работу в поселениях. Почему в поселениях? Потому что действительно в поселениях из числа специалистов действительно не хватает юристов. Если более-менее в муниципальных районах есть юристы, то мы видим о том, что в поселениях действительно ситуация трудная. Поэтому правительство издало распоряжение о выездных юридических консультациях. И на сегодня практически более 221, примерно, порядка столько поселений в республике мы охватили. Именно выездными юридическими консультациями. Дальше продолжаю. Хотелось бы обратить внимание, что сама правовая консультация – это не панацин. Это один маленький даже не ручеечек в том море понимания формирования правовой культуры. И вот как раз это продолжим после рекламы. А мы продолжаем обсуждать тему правовой культуры населения. Вот вопрос к общественникам. Какова же роль все-таки некоммерческих организаций? Много сейчас об этом говорят. Как повысить грамотность благодаря НКО активным гражданам? Ну, если взять нашу общественную организацию, то мы два года назад выигрывали грант на юридическую консультацию по проекту «Права и грамотность населения». И в то время я учился в Якутском государственном академии в юридическом факультете. И при факультете была юридическая клиника. Вот договорившись с ними, как юридическую общественную организацию, мы оказали, исполнили в Госкомьюсту грант их. И если взять так, тогда я понял, что большинство людей приходят реально сразу за помощью. Это уже говорит, что они думают, если они пришли за юридической помощью, то это не консультация, а они хотят, чтобы этот юрист реально пошел до конца. Вот тогда я понял, что помимо юриста есть адвокаты, есть нотариусы. И вот это очень тоже, да, вот именно вот тогда мы и начали проводить семинары, да, равные права, разные возможности. То бишь мы доносим до людей с инвалидностью, до их близких, что в первую очередь вы должны обязательно знать свои права, что именно вы хотите, например. Или если к нам обращаются, то мы объясняем, куда в первую очередь обращаться. Бывает так, что люди голословно начинают обвинять, да вот мне не выдали того-то, того-то. Я спрашиваю, а вы куда обращались? Ну, мы, говорят, звонили там пару раз. Это же не обращение. Хочу дополнить, да, действительно, почему НКО проще работать, потому что мы работаем, как говорится, на земле. То есть к нам приходят люди, они приходят к нам и открываются. И, естественно, ждут помощи. Не обязательно быть там какой-то юридической ассоциацией, союзом, да, иметь в штате юриста, потому что информационная поддержка подсказать человеку, куда он может обратиться за той же консультацией, да, где он может оформить документы. Это тоже важно. Важно научить человека искать информацию и применить ее. Потому что иногда действительно обращаются абсолютно безграмотные люди. У нас был случай, пришел одинокий папа, имеющий четверых детей. И ни на одного ребенка он не получал пособия. Он просто не знал, что есть такая возможность ему оформить это пособие. И вся работа, которая ведется, конечно, ведется преимущественно, да, теми же ресурсными центрами, ассоциациями, различными консультациями со взрослым населением. Но, я думаю, вы со мной согласитесь, гораздо сложнее переучить или обучить чему-то взрослому. Проще это сделать с ребенком. Поэтому я считаю, что надо начинать со школы воспитывать умение применять свои права, находить нужную информацию, потому что тем самым мы облегчим себе задачу в будущем. Если мы воспитаем грамотное поколение в правовом плане, да, то в последующем у нас не возникнут таких или будет минимальное, скажем, сведено на минимум возникновение таких ситуаций. Как раз все выступающие, да, в равной степени озвучили ключевые слова обучения, просвещения, знания. И все это крутится. И опять же, вот Татьяна сказала, со школьной скамьей. Вот мы приглашали представителей Министерства образования, они не смогли подойти. Есть клуб Фемида, и они занимаются как раз детской школьной скамьей, правовым просвещением, с детьми работаете. Вот в каком ключе вы пытаетесь привить знания правовые дети? Наша детская общественная организация, клуб Фемида, существует уже 12 лет. И мы сотрудничаем со всеми организациями, которые заинтересованы для того, чтобы у нас было становление правового государства и гражданского общества. И девизами нашего клуба являются на первом этапе у нас «Ты не прав, если ты не знаешь своих прав». На втором этапе мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И уже на третьем этапе, где права, там и ответственность. И по этим этапам мы проводим работу со школьниками. И есть среди нас даже дети дошкольного возраста. И самое главное, что эти дети, когда становятся более старше или опытнее, они становятся как вожатые и сами становятся пропагандистами конвенции ООН о правах детей, Конституции Российской Федерации. А также проводят правовые марафоны в школах, в УЛУСах. И есть у нас филиалы в УЛУСах. И по поводу обсуждения сегодняшней темы, я бы хотела сказать следующее, что поактивнее, пожалуйста, пусть участвуют в деятельности вот таких детских общественных организаций, правовых клубов, сельские, насляка, школы, глава. Опять же, на всех не хватит некоммерческих организаций. В каждом селе не представить НКО, не представить грамотного юриста, который бы проводил данную работу. Возникает тогда вопрос в образовании. Может быть, дети сами говорили, что им не хватает такого образования на уровне школы. Были вот такие какие-то предложения? В Республиканском центре дополнительного образования, развития дополнительного образования детского движения, есть дистанционное образование. И там ведется кружок «Я и право». И дети могут активнее включаться в этот кружок. И еще они могут, те, которые самые активные, стать фемидовцами. Мы приглашаем. Вот, опять же, законы – это всегда правила поведения. Вот, например, правила поведения, наверное, здесь все девочки играли когда-то в классики. Например, нас же никто не учил играть в классики. Мы приходили и договаривались между собой, как играть в классики. Правильно? Ну, четко понимали, как прыгать и так далее. Эти были правила игры, и не было никаких определенных таких недоразумений. Урегулировали эти конфликты. Когда же прекращается вот эта вот детская возможность, например, разрешить ситуацию самостоятельно, что необходимо, именно нужно знать что-то еще дополнительное. Знать именно вот то, что установлено законом. Вот не рано ли мы даем детям вот эти знания о правах, об обязанностях? Не согласен. Не рано. Вот сотрудник ГИБДД подтвердит в детских садах игровым вариантом, очень правилом движения. Да, конечно. Красное, синее, зеленое и тому подобное. Совершенно верно, да. А вот... В начальных классах... И основу права надо именно давать детского сада. Еще раз возвращаясь к тому, что у нас же сейчас очень сильно развито контакт с православной конфессией, да? Они же ходят в детский сад. Я еще не говорю про армию. Они там полностью уже работают. И они учат вот тем десяти заповедям, которые мальчишка пять-шесть лет уже знает. А если он не знает правила движения, он же может пострадать. Ну что такое правило жизни? Не воруй. Он же чужого не должен брать. А этому, если не воруй учить в школе, так это уже поздно будет. То есть все приходят к выводу, что эти знания все-таки со школы нужны? Не со школы, с детского сада. Нет, я вообще, как бы, я сторонница, да, как бы, прежде всего, раннего обучения. Она как депутат хочет сошков. Да, я автор непосредственно, как бы, одной из первых методик, да, была она разработана в конце 80-х годов. Это делалось под эгидой Министерства молодежи, возможно, и Татьяна помнит, да? Мы тогда, в общем-то, в комиксах изложили закон о правах ребенка. Он был очень близкий к конвенции, да? Просто-напросто меня волнует такой вопрос. Если дети, в том числе, могут самоорганизовываться сами, да? Не рано ли мы вот их, так сказать, навязываем им, да? Так сказать, вот эти вот правила, права, обязанности. Можно я? Ответственность. Ну вот в лагерях мы проводим с Госкомьюстом совместно, да? Вот приходят литера, мы проводим вот правовые марафоны. А потом эти же ребята, они уже по истечению некоторого... Ну, проходит, конечно, обучение, потом они начинают разрабатывать свои законодательные инициативы. И совместно вот как раз с Ильтюмен, с Голомаревой, Еленой Христофоровной, мы нынче провели круглый стол, где вот презентовали книгу «Новый мир Арктики. Законодательные инициативы». Где школьники и студенты разрабатывали вот свои, предлагали свои законодательные инициативы. И ежегодно еще наши ребята участвуют в Госдуме «Моя законодательная инициатива». Вот как раз Ольга Валерьевна затронула интересный вопрос в части доступности изложения детям, комиксы, допустим. А те, кто сидит в интернете, вот у нас есть и форум, даже юридический, я знаю, на одном из популярных сайтов. Вот как, возможно, им донести? Вот я не слышал, что были бы у нас в Якутии какие-то специализированные юридические сайты, дающие правовую помощь. Есть такой законодательный вопрос? Обучают тех же граждан, в общем-то, те, которые живут как местное сообщество. Мне кажется, так оно быстрее доходит, понимаете? И проще, и легче. Поэтому уровень доверия здесь тоже, он бесспорно, очень такой достаточно высокий. Поэтому, на мой взгляд, здесь потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций еще предстоит раскрыть. Опять же, кто будет консультировать, да? Ведь порой бывает так, вот приходит бабушка в какой-нибудь центр такой юридической помощи, ее активный гражданин отконсультирует. Это бывает неправильно порой. Она приходит и говорит, а вот мне в центре оказали такую помощь, вот вы не правы. Вот кто должен? Все-таки профессиональные юристы? Есть разные виды, конечно, контроля, но все-таки с точки зрения самоорганизации общества, вот абсолютно здесь точно расставляются акценты, поскольку гражданское общество – это, по сути, общество согласия, когда люди умеют договариваться друг с другом. И даже тут не бывает обязательно даже нормы права. Вот смотрите, мы последние годы говорим о внедрении института медиации, потому что обращений в суды достаточно много. И здесь то же самое. Возможно, и не надо где-то излишний государственный контроль, а возможен и общественный контроль со стороны тех людей, которые, скажем так, оказывают эти услуги и результативность. Человек, он смог защитить свои права или он не смог? Понимаете, мне кажется, здесь потенциал, на самом деле, общественного контроля, он тоже до конца не раскрыт. А вот что касается корректности, подачи информации, добросовестности и ответственности, необходимо обратить внимание, что 28 сентября Федеральной адвокатской палаты принято положение о порядке поведения и об этике поведения адвокатов в интернет-сети. Где конкретно определяется, в каком случае, как адвокат, и давая юридическую консультацию под своим именем или непосредственно под определенным ником, должен себя в этой сети проводить. А ответственность есть какая-то за несовременность? Конечно, там есть, адвокат должен действовать в четких правилах в соответствии с адвокатской этикой. То есть, по сути дела, консультация, которая оказывается в интернет-сети, приравнивается к рядовой консультации, которую оказывает адвокат именно в реалии. Спасибо. Мы сейчас перейдем на небольшую рекламу и продолжим далее. Спасибо. Сегодня глубокому сожалению незнанием граждан активно пользуются мошенники, которые дают на подпись различные контракты, которые предлагают кабальные условия для пользователя. И вот у меня следующий вопрос, наверное, Елена Николаевна Кванкова, представитель Роспотребнадзора. Вот часто ли вы сталкиваетесь с такими ситуациями, как быть, как помочь простому потребителю решить его проблемы? Ну, имея вот все, если смотреть все правовое поле, да, наша специализация Роспотребнадзора имеет очень узкую направленность, которая надзирает вот за именно за отношениями потребителей и продавцов или услуг, которые оказывают платные услуги. Ну, потребители, конечно, бывают обмануты нередко, но здесь как обстоит ситуация? Конечно, потребители не всегда знают свои права, как уже было сказано. Иногда они не знают, что они хотят от исполнителя, когда они жалуются. Когда они приходят и начинают показывать свои документы, получается так, что договора подписываются действительно не читаючи. Подписали, надеются на добросовестность той стороны, которая оказывает услуги. А когда начинают последствия, нарушаются сроки выполнения, качество каких-то услуг, да, они начинают только тогда вчитываться в этот договор, предъявлять претензии исполнителю, те не хотят исполнять их требования, и потребители приходят к нам. И здесь у нас уже начинается консультативная помощь и в последующем уже в зависимости от ситуации. А вы уже какую-то прослойку снимали, вот чаще кто относится к тем потребителям, кто приходит жаловаться? Может быть, какая-то определенная прослойка, возрастная, женщины, мужчины? Нет, если брать по количеству, кто жалуется, мы можем определить по направлениям, да, у нас много жалоб на финансовые услуги, вот договора кредитные, у нас много жалуются на услуги жилищно-коммунального хозяйства, это уже касается качества, допустим, да. Если касается бытовых услуг, это вот парикмахерский, ремонт, химчистка и так далее, вот здесь вот заключаются договора неправильные, либо они не заключаются вообще. Но здесь есть такая проблема больше не в том, что исполнители хотят обмануть потребителей, а в том, что они сами не знают свои обязанности, они не знают нормативно-аворовую базу, на основании которой они должны работать. Это различные правила, которые разработаны на основании нашего закона о защите прав потребителей. Вот и опять же, возвращаясь к самому главному, что же тогда делают? Учить и потребителей, и поставщиков? И как? Да, повышение правовой грамотности необходимо вот в нашей сфере деятельности не только потребителям, но и тем, кто оказывает услуги. И та же торговля. Тогда вопрос к НКО. А у вас были идеи вот какие-то по работе с поставщиками, а не просто с населением? Ну вот я по личному примеру, например, вот возьмем пример медучреждения, да? В любом медучреждении стоит вот большая доска, где написано права и обязанности пациента, режим и так далее. Ну да, все есть. А никогда не вешают, что они обязаны нам предоставлять как потребителям. Вот зайдите в любую платную поликлинику, стоматологию. Можно я объясню, да? Там ничего нет. Это реальная программа госгарантия. Федеральный закон о правах потребителей. Вот это как раз таки является их не обязанность предоставить всю информацию потребителю. Мы когда проверяем, они должны вывесить ваши права, они должны вывесить телефоны надзорных органов, они должны вывесить свой номер государственной регистрации в налоговой и так далее. Вот это как раз таки есть не обязанность. Это как бы везде вот вешают, да, вот и не только в больнице, а вообще любые оказываемые услуги, везде вот есть права, там, покупателей и так далее. А вот мало кто, ну, вот это я говорю и так далее, свидетельства вешают, но мало кто вешает свои их права, вот, как бы, которым... Обязанности. Да, обязанности нет нигде. Вот кто-то же должен же, наверное, за ними-то вот следить. Вот мы опять же затронули интересную тему. Обучили, подготовили, но еще надо надзирать. То слово, которое никто не любит. Вот для этого есть инструмент общественного контроля. На самом деле речь идет об общественном контроле, Фанасья. Ну, тогда я слово скажу, да? Везде уже было, и всем известно, у нас общественная палата же образована. Сначала было 33, сейчас у нас 66. И все сперва в страхе ждали, что же будет общественный контроль делать. И у них ассоциация была, особенно у старшего поколения, с народным контролем, партийным. Когда, если человек попадал на страницы газеты, это он завтра лишался работы. Если по телевидению его показали, утром он уже в инфарктном состоянии на работу не приходит. Но сейчас общественная палата пытается работать. Есть программные документы, планы работы. Но дело в том, что у него до сих пор нету своего аппарата. Вот я общественник, у меня кроме общественной работы есть своя работа. Я прихожу в общественную палату, мне раз вот кипу заявления, обращения дают, и я должен с ними обрабатывать. А человека, который бы помог конкретно, сидя на зарплате, до сих пор не определились. И поэтому тормозные вот эти вот моменты тоже существуют. И, пользуясь эфиром, я бы попросил, чтобы исполнителя, специальное поручение было, глава республики. До мая месяца в общественной палате создать аппарат. Нету. А работать очень трудно. По поводу контроля граждан, да, вот я все-таки хотел бы обратиться вот к ГАИ, да. Буквально недавно в новостях была новость, что граждане сами смогут фотографировать право нарушения и отправлять посредством специального приложения. То есть вот один из приемов общественного контроля. Вот каким образом вот это можно сделать? И вообще правоприменительная практика, думаете, она будет? Нет, это незаконно. Нет, ну, здесь действительно, если мы будем говорить о том, что двигается нарушение водитель, снимает тут же своего соседа, который нарушает, это же пользуется телефоном. А у нас по правилам дорожного движения запрещено. Ему же прилетит. Да, его самого тогда штрафовать надо, понимаете, за то, что он нарушает правила дорожного движения. Здесь, поэтому здесь вопрос, наверное, как-то надо, еще не определен до конца, вы не так говорите. Может быть, это пешеходы, будем так говорить, которые имеют право заснять те или иные моменты. Понимаете, ну, до конца здесь не проработано еще. Ну, как движение стоп-хам, допустим, они ходят. Насчет парковок работает вот эта система. Если человек без инвалидности, без определенного специального знака припарковался, отправляешь, ну, фотографируешь и отправляешь в центральный ГИБДД фотографию, к нему автоматом уже приходит квитанция об штрафе. То есть такой есть... Иван, хотел все-таки обратить внимание, да, общественный контроль всегда носил и будет носить субсидиарный дополнительный характер, безусловно, да. И сегодня, когда мы говорим о том, что для чего люди приходят в Роспотребнадзор, прежде всего для того, чтобы надзор и функцию государства с точки зрения обеспечения самого закона, да, оно осуществлялось. Поэтому тогда, когда мы обращаемся в суд, как потребители, они со стороны, да, в интересах потребителей обращаются, они учат этого поставщика услуг, продавца, да, значит, того, кто некачественно оказывает услугу. Опять же, они уже учат по факту обращения. Конечно, а по-другому никак. То есть, скорее всего, там уже будет ответственность или штраф, допустим, или предупреждение. Да, но иногда поступают, да, извините. Вот вопрос, Адам Илья Мачарович, об исполнении, механизме исполнения поручений главы Республики Сахай-Якутия. Значит, и здесь, кто у нас участвует в дискуссии, и кто нас сегодня смотрит, конечно, мы бы хотели заверить, что поручения главы Республики, безусловно, подлежат исполнению на всей территории Республики. И аппарат общественной палаты, он создан. Распоряжение главы Республики подписано. Другой вопрос, что у нас идут, значит, мы высвобождаем людей из подведомственных учреждений, различных министерств, там есть трудовые гарантии по сокращению, поэтому считаем, что вот фактически, скажем, прием на работу уже должен быть осуществлен в этом году. То есть, к съезду юристов аппарат будет? Не к съезду юристов, я думаю, что здесь компанищиной заниматься не стоит, Великой Мачарович. С точки зрения того, что на сегодня, значит, из бюджета уже оплачивается труд сотрудника, который закреплен, это имеет место быть. На сегодня, значит, 27 сентября открылся у нас общественный центр Республики, он единственный практически на Дальнем Востоке. Общественная палата там занимает достойное место на четвертом этаже. Республика помогла по мебели, там, ну, все организационные вопросы решены. Поэтому, да, проблема решается, значит, и самое главное, что решение принципиально главы республики принято. Вот возвращаясь в русло, да, отстаивание прав все-таки граждан, какие есть механизмы? Это суд, говорили про медиацию или говорили про то обучение, которое можно получить, но получив при этом штраф, да, механизм предупреждения по кодексу. Все-таки еще какие-то механизмы, которые мы не проговорили, имеются? Система защиты, она выглядит, ну, из трех элементов. Это государственный контроль, общественный контроль и самозащита. Поэтому нам сегодня удалось, так скажем, все аспекты механизма защиты обсудить. На самом деле, где государственный контроль может запаздывать, там, конечно, у нас первый, кто может быть общественным контролем, очень заниматься оперативно. Человек может заняться самозащитой своих прав. Для этого, конечно, он может и сам обучаться, и ходить на какие-то определенные курсы. То есть это все, как отметили здесь, оно взаимодополняет. Но, тем не менее, да, как бы основную защиту прав граждан осуществляют соответствующие, в том числе, правоохранительные органы, прежде всего, правоохранительные органы в системе органов государственной власти Российской Федерации, к которым относятся соответствующие суды, и целый механизм существует для того, чтобы защищать свои права. А совет-то гражданам какой мы можем дать, который сейчас нас смотрят, который далеки от юридической темы? Совет о чем нужно дать гражданам? Куда идти за защитой своих нарушенных прав? Защитой и о том, нужно ли вообще законы читать. Может, не надо, может, сразу за защитой пойти, и там тебе все расскажут. Ну, поймите, да, каждый гражданин не может стать юристом, да, это естественно. Так юристов, так же, как и всех, учат целых пять лет. И недостаточно просто прочитать закон. Законы не читают, законы понимают, толкуют, законы разъясняют, но не читают. Это не сказки на ночь, да. И поэтому, непосредственно, для того, чтобы применять законы, вот обязаны применять профессионалы, безусловно. Поэтому, непосредственно, за защитой своих нарушенных прав всегда нужно обращаться к профессионалам. Не, ну, если так говорить, вот тут у нас достаточно много контролирующих органов. Конечно. Это же беда предпринимателя, когда он собирается или открыть свою фирму, точку какую-то частную, как ИП, или что-то сделать. Вот этих контролирующих органов на его голову хватает. Вот в свое время, когда я работал надзорным органом, был пока один орган. Прокуратура Российской Федерации или СССР. Только они имели право говорить, что они надзорные. Все остальные были контрольные. А сегодня все стали надзорный орган. Может, это немного как-то сместило в сторону? Да, сегодня мы обсудили весьма интересную тему повышения правовой культуры населения. И пришли к выводу, что зависит не только все от юристов, но и зависит еще от нас самих. Незнание закона не освобождает от ответственности. Неотвратимость наказания – этот пункт есть. И желаю всем не читать законы, а изучать и понимать.